ребят всем привет на связи семён смотрите сегодня очередное полезное видео сегодня мы будем разговаривать про инвойцы что же такое инвойцы то есть инвойцы это счет фактура где вы купили товар да и а мало кто знает но инвойцы у нас буквально где-то полгода назад месяцев даже может быть 8 а приняли у нас инвойцы из россии поэтому по-любому это видео будет полезно я вам расскажу как мы все это проходили я вам скажу как устроен вообще сам инвойцы но прежде всего ребят хочу сказать если вы из россии и вы работаете как физлицо и принимаете оплату на пионер да то есть депозит метод вас ты пионер зайдите внизу в описании под видео поменяйте пионер на вайс да там оставлю ссылочку так а давайте мы начнем обсуждать что же такое инвойцы так смотрите у нас когда принимали инвойцы то есть я вот даже могу вывести на экран как он выглядел также я оставлю где-нибудь в описании даже сохраню этот файл то есть с подробным описанием что вам там нужно вносить а так смотрите вкратце вам скажу что инвойцы смотря на какой бренд и товар amazon смотрит ваш инвойцы да то есть если бренд какой-то он ему известный и примерно понимает где и откуда должны быть поставщики то он вас будет тщательно проверять звонить прозванивать если бренд неизвестный и ему все устраивает его да то есть как подано как расписано все какой сайт там до оставили номер телефона позвонили на этот номер самое главное чтобы когда amazon звонил этот номер а человек взял на английском языке подтвердил все эти данные до которого там написано и поэтому даже есть много людей у которых инвойцы не прошли а хотя они брали у официальных дистрибьюторов просто а дистрибьютор не взял трубку вовремя понимаете то есть вот такое а так что я могу сказать по этим российскими 8 которые нам подошли мы им отправляли начале товар он нас нам требовал документы и мы под под у нас была определенная форма поэтому до этого мы уже знали как делались китайские инвойцы что нужно amazon но мы уже знали и по быт под эти требования мы подгоняли подогнали подогнали в определенный момент он на том сказал добавить кое-какие там данные на товаре прислали также фотографии товара и прислали этот инвойс который мы сами сделали и окей нам одобрили а категорию так вот что же я хочу вам сказать про инвойса есть много инвойса делов да то есть людей которые делают на заказ вам якобы на там то есть у вас проблема прилетела какая-то интеллектуалка вам нужен войс на товар смотрите есть некоторые инвойсы дела которые делают просто тупо чеки как будто с волмарта что вы купили есть некоторые которые делают с добавлением на сайт вот с добавлением на сайт вот это вот всегда спрашивайте да чтобы вас добавили на сайт на их ней чтобы была их не компания чтобы там телефон прозванивался и самое главное чтобы вас не было в базе амазона по блокировке то есть смотрите как это происходит вот они делают делают вам пачками инвойса и amazon в определенный момент понимает ага все эту компанию добавить бан которая якобы у которого вы купили и вот если эта компания в бане и вы опять от кто-то другой опять обращается к ним конвенцию к инвойса делом да пройти одобрение а то есть он вам сделал вы подаете этот инвойс а эта компания уже в бане в amazon и все автоматически вам ну то есть они не примут ваш инвойс поэтому здесь надо все делать грамотно аккуратно мой вам совет то есть спросить вначале если вы покупаете уже инвойс у инвойса делов что вот недавно и были кейсы чтобы да там не было проблем что может пройти товар вначале конечно него спросит что за бренд вы на какой бренд вы хотите подать до инвойс там либо категория то есть это окей смотрите по также еще хочу вам дать совет что если вы хотите какую-то категорию открыть у нас тоже недавно был кейс что мы думали там либо заплатить либо там попробовать и в любом мы прошли сами одобрение мы сделали то есть мы предоставили сайт наш на английском да мы проходили категорию автоматив мы предоставили сайт на английском и без проблем прошла одобрение эта категория то есть по факту если у вас есть какой-то свой сайт небольшой это вы можете пройти одобрение на эту категорию если вам нужно пройти одобрение на какой-то бренд да вам нужен официальный дистрибьютор желательно чтобы это дистрибьютор был базе амазона то есть амазон тоже же он если честно такой же как и вы то есть почему он спрашивает иногда тогда вот узнал там инвойсе где вы взяли товар он также потом пойдет и закупит товар и в итоге на листинге станет к вам понимаете такое тоже было такое есть поэтому от этого никто не застрахован то есть смотрите все примеры инвойсов я дам внизу также инвойсе принимает с китая но с китая такая же песня чтобы он был подготовлен под амазон а потому что смотрите вот когда проходите до бренинга вот смотрите садится индус у него грубо говоря это минута до полторы чтобы это все принять ваш документ то есть он смотрит а что за бренд кто подается хоп хоп смотрит все эти данные все окей если его все устраивает он сразу там скажет все там без проблем его устраивает документы если что-то не устроит будет у вас как бы в ожидании и в это время как раз таки они будут звонить поэтому а если вы подаете инвойс из китая подавайте так чтобы на английском ответил на той стороне чтобы китай ответил на английском также когда вы подаете инвойс желательно чтобы был сайт даже нежелательно обязательно должен быть сайт не алибаба то есть внизу да где поставщик продает свой товар все вот такое было полезное видео по инвойсам а думаю что оно помогло ставим лайк и подписываемся